Здравствуйте! Я Маслов Алексей Александрович, профессор, доктор исторических наук, руководитель Института Дальнего Востока РАН. И сегодня мы поговорим о том, что называется обычной китайской философией, китайской религией, ну в общем в целом китайской традиции. Хотя на самом деле не все так просто, и первая загадка как раз заключается в названии. Если мы спросим у китайца, что такое конфуцианство, буддизм или даосизм, то есть такие традиционные китайские религии, он скажет по-китайски, что это дзяо. Дзяо дословно переводится как учение, а вот религия по-китайски переводится как дзунзяо, учение предков. Дело в том, что это как ни странно нетрадиционное китайское название. В древнем Китае не разделяли между религией, философией, какими-то духовными практиками, все это было учением дзяо. Но когда пришло понятие религии, она пришла на самом деле из запада, вместе с первыми работами по философии, которые сначала издавались в Японии, а потом в Китае, надо было понять, вот что такое, как перевести понятие религии. И решили, что религия это учение предков, учение наших предков. И здесь есть главное, наверное, ядро того, во что верят китайцы. Они верят в то, что большинство духов, точнее все духи, которые обитают в неком параллельном пространстве, это чьи-то предки. Духи чьих-то предков, которые туда ушли, и поэтому, когда мы поклоняемся, молимся, мы общаемся с предками, которые нас и защищают. И случайно в любом китайском доме есть алтарь, где стоят обычно четыре таблички, соответственно, четыре последних поколения ушедших от нас родственников. И когда умирает пятое поколение, то есть самое последнее, одна из табличек снимается и кладется под алтарь специальную корзину, потому что считается, что духи предков могут только до четвертого колена поддерживать связь с этим миром. И в этом плане всякая китайская религия, в отличие от того, что мы часто о ней думаем, это религия домашняя. Это общение с моими предками. Иногда, для того, чтобы усилить свою религию, я пытаюсь, китайцы пытались установить связи с другими семьями, более мощными, более богатыми, более влиятельными, ну, чтобы, как сказать, подпитать себя другими покровителями. Есть, конечно, все китайские духи покровителя. Это Конфуция, это Лао Цзи. Ну, есть, конечно, самые, наверное, знаменитые, самые излюбленные китайские духи. Это духи богатства, знатности и здоровья. Три таких веселых божества, которые всегда помещаются на алтарь и которые, в общем, соответствуют тому, что хочет китайца от жизни. Он хочет богатства, он хочет здоровья, и он, конечно, хочет знатности. Иногда также ставится на алтарь дух деторождения, то есть который приносит многих детей. Конечно, много детей в семье, это всегда прекрасно. И случайно, например, одна из излюбленных китайских картинок, которую иностранцы не всегда понимают, это пруд, в котором резвятся много-много карпов. Карп по-китайски, точнее, рыба, это же юй, что обозначает также радость. Радость рыб, это радость от многих детей, которые родили в семье. Это бытовая такая религиозная практика, и она сегодня присутствует, наверное, в каждой семье и на каждом своем уровне. Однако, конечно же, Китай обладал и до сих пор обладает очень большой мифологической, мистической традицией, которая, как считается, восходит в книге перемен, и дзин, или канон перемен, который формировался в течение, на самом деле, столетий. Мы знаем и дзин 11 века, мы знаем и до нашей эры 9 века и так далее. По сути дела, мир представлялся как множество бесконечно длящихся перемен, которые переходят на другую. И за счет этих перемен мир никогда не равен самому себе. Даже как и человек никогда не равен самому себе. Но мир гармоничен, потому что эти перемены происходят в соответствии с какими-то стандартами или законами. Вот Китай выделил пять основных форм переходов и называет это обычно пять первых стихий или пять первых элементов. Усин. Обычно эти усин это, прежде всего, дерево, металл, вода, огонь и земля. Но это не субстанции. И когда мы говорим, например, об огне или говорим о воде, это не просто вода или огонь как субстанция. Это состояние, как бы генерализация целого ряда функций. Например, если мы говорим о элементе вода или земля, они соответствуют и органам внутри человеческого тела. Например, селезенки или легким. У внутренних органов, например, у легких есть и внешние представители. Это нос, через который мы вдыхаем воздух. Есть болезни, связанные с пятью первых элементами. Есть сезоны, которые связаны с пятью первых элементами. Переходы друг к другу. И вот за счет этого, вот эта китайская пентатоника жизни, кстати говоря, в китайской музыке это уже пять звуков, получается, что весь мир делится на вот таких пять классов. И когда, например, сегодня китайский врач пытается кого-то лечить, он традиционный врач, он, конечно, тоже использует эту систему. Не все так просто, как я рассказываю, в реальности все значительно сложнее. Но так или иначе мир получается гармоничен, потому что человек соответствует тем же самосоответствиям, что и сам всемир. Это, дмитрия, теория макрокосма и микрокосма. Но натур-философия Китая, она в конце концов воплотилась в самое крупное китайское народное сначала течение, которое стало потом религиозным течением, даусизм. Когда спрашивают, что такое даусизм, очень сложно определить, потому что в даусизме сотни школ, были тысячи учителей. Кто-то считал, что над миром властвует единый закон дао, который непреодолим, и мы можем лишь следовать ему. Мы можем лишь каким-то образом прислушиваться к нему, но не можем ни молиться ему, ни возносить благовония, ни давать какие-то дары. Это лишь абсолютно внеданность, которая присутствует в этом мире. Но при этом, например, даусы прекрасно борются различным духом, и даус договаривается с духами, есть масса способов договоренности. Духов можно наказать, их нельзя бояться, надо просто знать, как с ними договариваться. Отсюда же и человек может стать столь же мощным, столь же великим, как дао, например, достичь бессмертия, каким и является дао. Для этого используется либо внешняя алхимия, либо внутренняя алхимия. При внешней алхимии даос сплавляет разные элементы, прежде всего ртут, серу, мышьяк, серебро, и в виде маленькой-маленькой пилюльки, точно вымеренной по ингредиентам, принимает в себя. При этом занимается и внутренняя алхимия, это дыхательные, прежде всего, упражнения, медитация. Собственно говоря, откуда и пошла знаменитая медитация, а сегодня куски ее уже нам известны, как, например, тайди цюань, цигун, то, чем занимается сегодня в качестве оздоровления. Кстати говоря, многие лекарства, которые сегодня используются в китайской медицине, это таоские лекарства. Многие предписания, какую воду пить или в какой сезон года, например, заводить себе семью, это тоже идет из даосизма. То есть даосизм это самое, наверное, широкое смысл поверий, форм практики, оздоровления и так далее. Но надо понимать, что если мы доводим идею даосизма до логического конца, идея даосизма это избавиться от собственного тела, чтобы оно больше не мешало нам жить и стать бессмертным своей душой. Поэтому, когда многие европейцы говорят, я занимаюсь даосизмом или я даос, наверное, он до конца не понимает, что в этом случае он, конечно, должен избавиться от своего бренного тела и на этом закончить всю свою практику. И даосизм начал активно развиваться не сам по себе, а тогда, когда приходит буддизм. Он приходит же как готовая форма. Если даосизм, как явление, можно видеть в еще первом тысячелетии нашей эры, и легендарный основатель даосизма Лао Цзэ жил в 7-6 веках до нашей эры, то буддизм приходит в Китай в первом веке нашей эры. И он приходит из-за идеи уже с готовыми практиками, формами медитации, трактатами. И даосизму тоже пришлось, как бы, подтянуться до этой строго-кодифицированной системы. Буддизм начал создавать некоторые проблемы у китайцев, потому что буддизм призывает к тому, что называется чхудзя, то есть уйти из семьи, покинуть семью, стать бродячим монахом. Но в Китае, когда останется всегда добродетель, как большая-большая семья, семейная верность. И что же получилось? И вот получилось, что, например, в Китае многие буддисты оказались вполне семейными людьми. И во многом, конечно, нарушение буддийских запретов, потому что китайский буддизм немножко изменил индийскую матрицу. Китайский буддизм сообщил, что Будда находится внутри тебя, внутри твоего сердца. И ты лично ничем не отличаешься от Будды. Он просто был более терпеливым, больше медитировал и достиг просветления. Поэтому, в принципе, любой человек, неважно где он находится, ни чем он занимается, он может находиться в состоянии постоянной медитации. Он может быть художником, чиновником, он может быть поэтом, он может быть монахом. И в этом плане он продолжает быть буддистом. Вот этот китайский буддизм большой колесницы Махаяны, он, кажется, предусматривает, что неважно, кто ты, мужчина или женщина, где ты живешь и чем занимаешься, каждый способен достичь просветления здесь и сейчас при наличии определенных знаний, практики и, конечно, при наличии учителя. И буддизм повлиял колоссальным образом на китайское сознание. Многие формы искусства, в том числе, например, известная черно-белая китайская живопись, поэзия, романтическая поэзия, она тяготит к буддизму, поскольку тот постулирует суетность и мамолетность жизни. И в этом плане буддистская и даосская практика очень тесно стали переплетаться в XII веке. И если вам дать трактат и сказать буддистский он или даосский, если вы не специалист, вы не отличите эти трактаты, потому что даоссы стали говорить, что Будда – это главное божество, а буддисты стали говорить, что даосский бессмертный сянь – это тоже главное божество. Переплетались практики. И в этом плане в Китае сложилось то, что сегодня мы называем синкретизмом, то есть религиозное смешение самых разных стилей, направлений. И к этому синкретизму еще прибавилось конфуцианство, как особый способ ритуального родения, ритуального общения с небом и соблюдения целого ряда предписаний поведения. И в этом плане любой китайец, он и конфуцианец, и даосс, и буддист, а сегодня мы можем встретить еще и христиан, и мусульман, и нередко я сам много раз видел алтари, на которых стоят пять божеств, соответственно, конфуций, Будда, Лаодзи, Мухаммед и Христос. И это никого не смущает. И в этом есть отличие китайского сознания от европейского. Мы привязаны к той религии, которой посвящены, и готовы умереть за эту религию. Многие религиозные войны творились именно из-за того, что мы не можем изменить понятие двумя или тремя перстами креститься. Вот для китайцев вообще никогда не было проблемой, потому что для Китая неважно, кто тебе помогает, пять божеств лучше, чем одно. И в этом плане прагматичное сознание подписывало другое, соблюдая все и будет лучше. И в этом плане есть один парадокс китайской, наверное, социальной культуры. В Китае почти не было религиозных войн, потому что люди воевали из-за другого, из-за трона, из-за богатства и очень мало из-за религии. И в этом плане религия была либо очень домашняя, как я уже сказал, алтари, либо очень мистическая. И поэтому, когда европейцы приходят в китайскую религию и говорят, я даос или я буддист, и пытаются найти там некую опору для своего сознания, они, по сути дела, переносят европейские, западные стереотипы на китайскую действительность. Китайцы никогда не были догматиками, я думаю, никогда не будут. Спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, мы еще продолжим наши беседы о китайской культуре, о китайском обществе, ну и вообще о китайском культурном контексте.